Как оценивать достижения ребенка? Этим вопросом задаются педагоги не только нашей страны, но и во всем мире. Единого стандарта нет, поэтому допускается в этой области эксперименты. Александр Пименов, доцент высшей школы экономики, считает, что для оценки образовательных достижений учащихся недостаточно только обычных пяти отметок. А. Это субъективизм, это только учитель. А. Б. Что мы хотим через оценивание развивать ученика. Когда он включается в это, формируется его личность, он участвует в этом процессе. И это по большому счету, сейчас приняты федеральные стандарты от дошкольного образования до старшей школы, там везде написано «саморазвитие, самооценка ребенка». Если уж с внедрением ЕГЭ изменилась система образования, по сути, содержание образования, говорят учителя, почему тогда в новой школе не изменилась система оценивания? Сами авторы нового проекта «Критериальная система оценки» называют это революцией в образовании. Вместо троек, четверок и пятерок теперь баллы до ста. Ситуация, при которой родители, ребенок и учитель абсолютно четко понимают каждую оценку, за что она выставлена, какой дефицит знаний нужно преодолеть, чтобы получить большую оценку. Чтобы учитель и ребенок и родители получали некое текстовое оформление оценки. Не просто три, а условно говоря, ваш ребенок умеет сделать вот это, вот это, вот это, а это ему предстоит научиться, а вот это у него еще пока нет. То есть тогда оценка перестает быть уже неким, ну скажем так, наказанием. Оценка становится формирующим фактором. Вот уже второй год по «Критериальной системе оценки» работает восьмая гимназия. Еще в России девять таких школ. Это Москва, Липецк, Вологда, Петрозаводск, Свердловская область, где вместо обычных дневников дневники электронные, вместо отметок – баллы. С одной стороны, сохранить дух и все плюсы небольшой сельской школы, а с другой стороны, быть современными, быть активными, быть просто уверенными в себе. Инновации в системе образования были, есть и будут, но каждая школа вправе выбирать свой путь развития. И уж субъективно или объективно оценивается труд учеников в отметках или баллах у каждого педагога на этот счет свое мнение. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».